Помните, кого называли самый человечный человек и друг всех детей? Совершенно верно. Ленина и Сталина. Государственное телевидение «Россия-1» решило, что и Владимир Путин достоин не просто сухой похвалы, а словословия. В первом выпуске еженедельной программы с говорящим названием «Москва, Кремль, Путин» президента хвалились за хорошую физическую форму, любовь к детям и смягчение пенсионной реформы. В программе вышел сюжет, где глава государства общается с россиянами, и ведущему Владимиру Соловьеву запомнилось обращение Путина к жительнице Омска с ребенком на руках. Вот фотография той встречи. Так вот, по словам Соловьева, у Путина какое-то очень человеческое и искреннее отношение к детям, и это нельзя подделать. А вот Дмитрий Песков, упомянув смерть Иосифа Кобзона и лидера так называемой ДНР Александра Захарченко, о котором мы сегодня уже говорили, назвал Путина человечным человеком и отметил, цитирую, такие трагические события он воспринимает с большой болью, это видно и чувствуется. Многие политологи считают, появление передачи попыткой вернуть Путину прежний рейтинг, который заметно снизился из-за пенсионной реформы, и выход телепередачи вызвал уже всплеск обсуждений в соцсетях, но, наверное, не тот, на который рассчитывали те люди, которые делали эту программу, поскольку эти замечания иронического характера. Директор Центра научной и политической мысли Степан Сулакшин написал в себе в Твиттере «Наслаждайтесь житием Путина». Он в спортзале, в самолете, на обете, на галерах. Видимо, дела со всенародной любовью стало совсем плохо. А вот другой комментарий пользователя с ником «Классовая борьба». Сейчас смотрел, как Соловьев и Песков поют дифирамбы царю. Такой лилущий, напишет он, не слышал никогда, и такое впечатление, что его собирается причислить к лику святых. Наш коллега из службы мониторинга BBC Виталий Щевченко рассказал о том, как в других странах на госканалах восхваляют своих лидеров. В каждой стране по-своему любят прославлять своих лидеров. Например, в Северной Корее нет особой такой передачи о Ким Чен Ине, потому что в той или иной мере все передачи о нем, например, допустим, показывают концерт по телевидению, вдруг на сцене появляется портрет Ким Чен Ина, все стоят, аплодисменты, или другой сюжет, скажем, коммунистическая партия Габона присылает Ким Чен Ину корзину с цветами. И это первая новость в вечернем выпуске новостей. Еще Ким Чен Ин любит ездить по разным предприятиям и давать наставления сотрудникам. Не так давно он посетил консервный завод, и Северокорейская телевидение показало кадры, где он сидит в кресле и рассказывает сотрудникам, как правильно делать консервы. В Иране, например, любят прославлять не президента, а верховного лидера Али Хаминеи. Любимый формат иранского телевидения, они между передачами показывают короткие пятиминутные сюжеты, о том, как он, допустим, раскрыл новый заговор Америки, или как он хорошо разбирается в политических, экономических, культурных вопросах. В Туркменистане показывают часто о том, как президент Гурбан Гулей Берди Мухамедов, допустим, он любит кататься на велосипеде, или вот он метает ножи вместе со спецназом. Не так давно он зачитал рэп, это вот тоже показали по телевизору. В Венесуэле, когда еще был власти, ныне покойный президент Хуго Чабес, у него была передача на телевидение, она начиналась каждое воскресенье в 11 часов, и продолжалась до тех пор, пока у него хватало дыхания, обычно к пяти вечера он заканчивал.